И как же, оно честно ничего не видно? А, ну да, вопрос там как? Тут там стоит рядом с ветер. У нас вторая группа, у нас оказалось, что как раз все приехали оттуда, потому что мы сейчас подпишем. Так, а вы приехали, давайте. Я живу в Москве, и я как раз занимаюсь интернатами, которые являются градообразующими предприятиями, сел, деревень и всего остального. И у меня все время развития моего интерната, то, что в село в депрессии, учителя, преподаватели или, наоборот, мест персонала все приходят. Поэтому мы, конечно же, всегда убираемся в развитие того места, где мы помогаем интернатам. Первое, что, в общем-то, конечно, с первой командой на все привлекается. У нас нет той самой идентики. Люди, живущие в селе, не гордятся местом, где они живут. У них нет ощущения своих хозяев, поэтому вокруг пунктов они не защищают свою территорию, поэтому они не отстаивают свои права и интересы. Поэтому получается, что у нас нет вот этой гордости и нет общности между соседями. На основании чего мы будем горды? Потому что у нас есть одна история, одно наследие. Мы гордились какими-то своими историческими или тем, что мы сейчас делаем. То есть нет повода для гордости, а его, на самом деле, можно создать народный мир. Поэтому мы в будущем видим, что у нас есть общность интересов, что у нас есть то самое третье место между домом и работой, где мы можем еще вместе встречаться, общаться. Люди чувствуют себя хозяевами в хорошем смысле, хозяйственными хозяевами. Они наводят порядок, они помогают соседям приводить дома в порядок и так далее. Ну и, соответственно, стратегия общего развития для населенного пункта. Они должны договариваться, куда дальше село развивается там же деревня. Ну и, конечно, барьеры... А барьеры здесь вот, что мешает перейти вот уже сейчас? Да. Нет сейчас какой-то личной инициативы, ну и, соответственно, нет технологий. Даже если человек живче внутри села, он может не иметь технологий, ему нужен кто-то все, кто подскажет. Да? Они могут между собой что-то там бодро делать, а оказывается, велосипед можно было не изобретать, а сделать все быстрее. Вторая, конечно, проблема – это отсутствие работы. Все наши села и деревни находятся удаленно даже от районных центров, поэтому работы нету, ну и, соответственно, нет идей у людей, куда пойти себя, куда применить. В качестве альтернативы мы предлагаем, в том числе, придумать что-то, развивать инфраструктуру у себя, чтобы была работа на месте или был какой-то товарный омен. Я выращиваю капусту, выращиваю картошечку, мяско суменялись, хотя бы зимой выжили хотя бы. Нет просвещения по поводу работы, что можно получать надобную работу, тот же самый интернет и что-то еще. То есть на этот счет люди даже не открывают себя. У нас в деревне нет работы, а то, что есть работа во всем мире, ее можно дистанционно получать, такого нет. Поэтому молодые люди, собственно говоря, уезжают, а потом все равно сидят за компьютером в интернете и делают то, что они могли бы делать у себя, находясь в мире, где есть и куча. Инфраструктура для нас играет огромное значение. По крайней мере, у нас оказались совсем маленькие деревни, и наоборот, тоже у нас в Саратовской области есть деревня, которая стала практически разрушаться, потому что при школе были все, а теперь население маленькое, поэтому школу тоже закрывают, а школа была тоже градообразующим предприятием. Но в этой связи получается, что нам нужна, в том числе, эта структура для специалистов, которые могут приехать. Хорошие медики, хорошие специалисты в чем-то, им даже негде у нас пожить, пока они у нас работают. У нас нет истинных домов, у нас, естественно, дороги, я сегодня думаю, все упомянули. У нас нет магазинов, где купить себе хлебушек поесть, надо по бабушкам ходить. У нас нет клуба для общения, у нас нет медицины, у нас нет образования, образования в том числе там, или вообще может быть не быть школы, или не может быть там, я не знаю, дополнительного какого-то образования, как для детей, так и для взрослых. Соответственно, в будущем мы думаем, что у нас это все есть, у нас есть место для развития себя, своих детей, у нас есть точно гостевые дома для специалистов, но на это, понятное дело, нужны бюджеты и людей, которые будут воплощать. Спасибо. Вопросы какие-то? Уточняющие предложения, пожалуйста. Там два ключа, технологии и работа. Вот так легко говорите, что можно в деревне найти работу, или там капусты поменяются. Вот здесь вот сразу что в Башетке не было, да? Мелкие производства достаточно опасные производства, потому что а. безопасность, б. сбыт. Если будет время, я скажу. Надо обратить внимание, потому что не так легко. Я понимаю, на сколько мы дальше? Можно обратно, извиняюсь, не вопрос. Комментарий, поддержку Вас, в то же время раскрытия Вашего тезиса. Простой пример. Представьте себе любую деревню. Скажите, что в деревне, в каждом дворе есть? В туалет. Нет, понятно. Это понятно. Это тоже деньги. Это тоже деньги. Но в любом случае пару курочек держит, правильно? Представьте себе, что любой предприниматель из города делает просто комбикормовый маленький заводик. И он отменивает сельскими жителями, допустим, выращивание перебелок, это не нужно большие стоить ангары, птицефермы. Он отменивает, к примеру, 30% дает деньгами, а 70% выдает кормом для обмена яиц. И получается, аккумуляция яиц, грубо говоря, считал это реальные вещи, грубо говоря, 2 квадратных метра высотой, как холодильник, ну, в 2 метра, в месяц может давать 1000 долларов. Вот если они налажат такой распределенный бизнес, потому что говорят распределенные данные, но сейчас время распределенных возможностей. Я понимаю, что эта возможность есть, я ее не воспользовался, она исчезла. И вот здесь очень важно тогда сделать в этой логике распределенные возможности объединить. Именно когда обмениваться, тогда любой город быстро заживет. Не надо получать разрешение на строительство, не надо получать, там тратить большие деньги. Это один из вариаций, которые не работают. Сейчас есть ветеринарные нормы. Нет, ветеринарные нормы, это касаемо конкретных больших объектов. Что касается частных домовладений, это называется кооперация. Сейчас пошел междустабочек, я скажу сейчас 30 секунд, вот Сергей Николаевич, да, здесь присутствует, он мне присылал некоторое время назад книги по кооперации, именно по технологиям кооперации, и, ну, действительно, если кому интересно, потом познакомьтесь. Я потом дам вам время в конце, хорошо? Я в конгресс тоже, возможно, отправлю, ну вот, книги, мы договорились уже, какие действия мы предпринимем, чтобы принципалитет это увидеть. Секунду, сейчас продолжим, буквально секунду, почему кооперация это одна тема, а вторая тема, малый бизнес, который сегодня должен кооперироваться, да? С одной стороны просто, с другой стороны технологичность, безопасность, вот этот момент, если кто-то будет, как-то оценить, потому что, Сергей Николаевич, сейчас мы вот, сейчас уйдем далеко, мы тем более сделали нетворкинг, вы заполняли анкету, и вот все контакты будут, и они будут разосланы. Так, пожалуйста, тогда третья группа, вы не ждите сразу, предыдущая закончилась, следующая уже вешает, выходите, где, пожалуйста, где третья группа? Мы третья группа, дайте повернутую. Как, как, да. Так, Алла, вы презентуете, да? Власть берет на себя ответственность. Как всегда. Так, Дима, сделай отбивку, чтобы следующий парень было. А, да, точно. Продолжение следует...